Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл беседы о посланиях святого апостола Иоанна. И сейчас мы рассмотрим третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. «Старец возлюбленному Гайю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Апостол приветствует своего ученика Гая и говорит о том, что он весьма обрадовался. И он подчеркивает, что Гай, как другой христианин, как ученик, вызывает в нем радость. Другие христиане в нас должны вызывать радость. И мы не должны стесняться эту радость выражать. К сожалению, вот так устроено в миру и так часто бывает, что мы как-то не стесняемся ругать, не стесняемся критиковать, не стесняемся наводить самоуничтожающую критику, но стесняемся говорить хорошее. Мы чувствуем некоторую неловкость, когда нужно кого-то похвалить и ободрить. Это как-то не принято, это как-то необычно, но вот у апостола это было принято. Он начинает свое послание именно с того, что хвалит и ободряет Гая. Да, люди нуждаются иногда в том, чтобы их как-то поправить, когда они ведут себя неправильно, но апостол нам показывает, что не надо бояться иногда и людей хвалить. Он упоминает братьев, которые пришли и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине, и он выражает свою радость. Для меня нет больше радости слышать, как дети мои ходят в истине. То есть он пишет Гаю и говорит, ты источник моей радости. Вот то, что ты ходишь в истине, меня это радует, меня это утешает. Я обращаю на это внимание, потому что мы часто бываем склонны не обращать внимания, когда кто-то ходит в истине, когда кто-то духовно преуспевает. Мы его не ободряем, просто молчим и смотрим в другую сторону. Когда человек начинает что-то делать не так, вот тут, конечно, мы на него много внимания обратим. Но для того, чтобы предотвратить это его отпадение, эти его грехи, когда он еще не отпал, надо его ободрять, надо его поддерживать. И апостол продолжает. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Братья и странники — это люди, которые пришли, очевидно, из другой церкви и которые поддерживали взаимоотношения между церквями. То есть церкви, конечно, были не изолированными общинами. Церковь с самого начала существовала как такое сообщество, охватывающее всех христиан. И связь между общинами поддерживалась тем, что люди ходили из церкви в церковь. И люди могли... Допустим, купец, который приезжал в город, он богочестивый купец, который был христианином, он, естественно, приходил в церковь в этом городе. Вообще, в античном мире был такой обычай, когда люди... Ну, мы бы назвали это рекомендацией. Допустим, вы купец, и вам нужно поехать в город Афины. И вы там никого не знаете. Вы не знаете, где остановиться. Но вам дают рекомендацию. Вы приходите в город Афины, и вы там приходите к друзьям своих друзей, которые вас рекомендовали. Останавливайтесь у них, они вам оказывают всякую помощь, всякое содействие в ваших торговых делах. И, естественно, когда церкви существовали в разных городах, то люди, которые по тем или иным делам пребывали в этот город, другие христиане, они приходили в эту церковь, и их там принимали. И апостол хвалит вот эту практику. Он говорит, что ты принимаешь братьев и странников, и ты хорошо поступаешь. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их. Не в том смысле, конечно, что он их там удерживал, а в том смысле, что поможешь им на обратный путь. Мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. И далее апостол переходит к проблемам, которые есть в этой церкви. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, что сам не принимает братьев, запрещает желающим и изгоняет из церкви. Кто такой этот любящий первенствовать Диатреф? Это некий раскольник. Мы бы назвали это раскольник, потому что это человек, который противится апостолам. И мы видим, что такие люди появляются уже в апостольскую эпоху. И этот любящий первенствовать Диатреф, он устанавливает свой контроль над этой церковью. И поскольку, естественно, люди, приходящие из других общин, они показывают, что он вообще-то не является безраздельным владыкой, что эта церковь, эта часть церкви Христовой в целом, он их изгоняет. И проблема расколов, как и проблема гересей, она неизбежно возникает из-за человеческой греховности, из-за того, что человек подвержен этому искушению гордыни и желанию сделаться лидером, желанию сделаться главным, желанию, чтобы его все слушались, а он не слушался никого. И мы не знаем подробно, что это был за Диатреф, который любил первенствовать, но мы можем себе представить, потому что это явление в истории церкви постоянно воспроизводится. Раскол всегда является следствием гордыни, он всегда является следствием того, что кто-то желает первенствовать. Я не желаю занимать то место в церковной герархии, на котором я уже нахожусь, а желаю там привнестись. Вот расколы, они вот именно так и происходят. Когда человек хочет повыше, хочет командовать, и он понимает, что он в церкви выше не станет. И он учиняет раскол. И предлоги для раскола могут быть самые разные. Но причина раскола – это гордынь. Это тут надо различать, собственно, предлоги и причины. Потому что человек может раскалываться, там, не знаю, он может, например, заявлять, что в священном начале оно куда-нибудь там совратилось, что они там отпали от чистоты православия. Или еще какие-то иметь претензии там. Ну, найдется миллион причин. Когда человек имеет вот это горделивое желание первенствовать, вот это горделивое желание превознестись над церковью, у него всегда к церкви какие-то претензии найдутся. Обязательно. И я уверен, конечно же, что у Диатрефа были претензии к Иоанну. Об этом прямо сказано в тексте, что он поносил их злыми словами. И мы понимаем, что апостол Иоанн – это апостол Христов. Это любимый ученик. Это человек, которого лично избрал Христос. И Диатреф его поносил злыми словами. Очевидно, какие-то злые слова находились. Человек себе какие-то причины поносить апостола Христова придумал. И люди, которые поносят церковь, они найдут себе повод поносить. Они найдут повод ругаться. И тут нужно проводить четкое различие, что есть подлинные причины раскола, и это гордыня. И есть какие-то поводы, есть какие-то предлоги, которые человек себе измышляет уже задним числом. И далее апостол пишет. «Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». В чем проявляется подлинная вера и на чем, может быть, основан духовный авторитет? На том, что человек делает добро. Диатреф, который претендует на духовный авторитет, любит первенствовать, он показывает, что его претензии фальшивые, именно потому, что он творит зло. Он разрушает церковь. А Димитрий за свидетельство на всеми и самой истинную. «Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство – наша истина». Димитрий – это некий христианин, о котором мы подробно не знаем, об этом подробно не говорит апостол, но он говорит, что о нем засвидетельствовано всеми и самой истинной. То есть церковь знает его как человека достойного. И мы о нем свидетельствуем, как о человеке достойном, у которого есть определенная сложившаяся репутация как доброго христианина. И это очень важно, чтобы мы искали этого доброго свидетельства, чтобы другие люди видели в нас добрых христиан. «Многое я имел писать, но не хочу писать тебе черневыми и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе, приветствую тебе, друзья, приветствую друзей поименно. Аминь». Апостол завершает приветствиями, которые он передает от друзей, и просьбой приветствовать друзей. Это, кажется, может показаться какой-то такой мелкой незначительной вещью, просто приветы передает, но на самом деле это проявление его пастырской заботы о людях. Передать привет – это просто сказать, что я тебя помню, я о тебе не забыл, я о тебе молюсь, ты в моих мыслях. Это важно, потому что христианство побуждает нас поставить на первое место Бога, на второе ближнего, на третье себя. А наша падшая природа нас побуждает поставить на первое место себя, на второе ближнего, на третье Бога. И вот когда мы помним о наших ближних, мы хотя бы передаем приветы, мы прилагаем некоторые усилия к тому, чтобы поставить вещи в правильном порядке, что мы помним о наших ближних. Да, передать привет – это может казаться мелочью, но это показывает нам, что мы помним, что для нас эти люди важны. И мы передаем приветы от других людей, мы поддерживаем вот это общение, как апостол Павел говорит, что церковь – это тело, которое возрастает в любви посредством различных взаимно скрепляющих связей. Вот это приветствие, эта готовность помнить друг о друге – это одно из тех средств, в котором созидается церковь. Вы слушали одну из бесед, которые представляет библейский портал «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok